всем привет снова здравствуйте zebrush семерочка пока семерочка 2019 еще поснимаю ролики так назрел такой вопрос как сохранять zebrush экспортировать импортировать и так далее начнем стулов здесь вот находится у нас вот такая вот рамка здесь у нас вот у сейфа с копиту импорт экспорт клон make polymesh и так далее ликбокс и тулы вот это примитивы вот их тут очень много с любого примитива можно что-то сделать выбираем план 3d когда вы его нажали вытягиваем вот так вот левая кнопка мыши выравниваем и ставим edit включаем следом shift правая кнопка мыши выравниваем модель и alt левая кнопка мыши можем его прибавлять уменьшать или переносить тоже зажатым альтом левая кнопка мыши вот когда есть уже у нас примитив чтобы с ним начать работать сейчас по нему нельзя не лепить не что-то с ним делать единство что можно делать это вы не ссылали с ним поработать так и вот нажимаем теперь make polymesh и жмем экспорт появляется окно для сохранения выбираем куда мы хотим сохранить этот примитив вот он пишет название план 3d формат ops и сохраняем жмем сохранить все модель сохранена вот так вот сохраняются модели поэтому вопросы мы разобрались как сохранять экспортировать примитив допустим в папку или на рабочий стол сохранять импортировать точно также вы нажимаете импорт находите именно ту или иную модель вот допустим план 3d или допустим вот по прошлому видео у меня здесь пану есть вы нажимаете и сейчас программа закинет все это сюда вот она загрузила все вы теперь можете с этим делом работать что еще здесь можно сделать допустим у вас несколько дублировать дублировать несколько саптулов уже вот вы работаете и у вас у модели несколько саптулов вам нужен допустим вот этот саптул вы нажимаете на него он выделяется и вы заходите опять же в экспорт нажимаете и можете его сохранить сохранится именно вот этот саптул который именно выделен на котором вы находитесь эти саптулы уже не сохраняться чтобы они сохранились их или по отдельности на экспортировать или допустим объединить это все в целую модели сохранить экспортировать уже целой модели также что еще можно сохранить можно сохранить проект допустим когда у вас модель с нескольких саптулов состоит вам нужно сохранить именно проект работы да что здесь можно сделать есть такая вот кнопка файл вы заходите вот в это окно и вот у вас есть открыть и сохранить сохранить когда вы нажимаете он сохраняет gpr формате именно проект написан забрать project вы можете сохранить дописать переименовать там как вам угодно чтобы не путаться в проектах и жмете сохранить если вам нужно допустим загрузить то вы уже открываете open он вам пока сохранить проект на котором вы находитесь или нет если да вы его сохраняете если нет жмете нет и находите именно проект zpr вот они файлы и написано zpr вы открываете любой файл и он также это все дело загружает в принципе ничего тут сложного такого нет но видно этот ролик нужен очень потому что многие именно наверное кто только начинает изучать zbrush именно наверное еще не в курсе как тут что происходит ну вот в принципе и все ничего тут такого сложного нет запомните файл это сохранение проекта здесь экспортируется импортируется именно с обтул или модель вот и все вот в принципе и все что хотелось бы сказать по сохранениям также можно сохранять альфы кстати сразу уже давайте по сохранению пройдем можно нажать на альфы и вот здесь есть импорт экспорт тоже если вы сделали альфу или хотите сохранить то вот импорт экспорт тот точно также сохраняете также сохраняется и кисть вы нажимаете на кисть есть load brush save as вот эти load brush это загрузить кисть а сейф а сохранить как вот и все что касается сохранений также материал вы можете сохранять нажимаете на материал есть load save это все кнопки сохранения и экспорта также текстуры можно сохранять вы нажимаете на текстуру и также импорт и экспорт когда вы хотите экспортировать то у вас получается импорт и экспорт экспорт только вот отсюда вот можно делать все всем пока до свидания надеюсь кому-то пригодится коротенькое видео по сохранениям всем пока а